Однажды с Николаем Петровичем Караченцевым мы задержались на одном мероприятии, концерте, а мне нужно было на заседание редколлегии нашей газеты «Блин». По четвергам собирался авторский актив в одной из библиотек в центре Киева. И я говорю, Коля, выручи меня как-то, мы с тобой вместе задержались. И мы заходим в эту библиотеку, и сидит дежурная библиотекарша на входе, перед входом к той двери, к которой мы должны подойти. И она, естественно, медийное лицо не ожидала увидеть, она просто вся заклякала, Николай Петрович поцеловал ей руку. Вот. И на следующий день мне звонит директор библиотеки и говорит, слушай, что ж ты не предупредил, что приведешь Киркорова? А как? Наша Довлатова подслушала тоже, но это было, это предновогодие, вернее, ну и совсем предновогодие. То есть это пора новогодних корпоративов. Поэтому вечером подслушала разговор двух таких подвыпивших, но аккуратных женщин. Они шли, прогуливаясь по центру, говорит, ну вот, понимаете, это же подслушанный разговор, поэтому неизвестно, что было вначале. Она просто проходила мимо и услышала, говорит, ты представляешь, Танька такая, коза. Говорит, почему коза, она же вдали. Был в Тель-Авиве крайний раз, и такая девочка евреечка, она ко мне подходит, я умираю от их акцента. Она говорит, ты что-то выбрал? Главное, что на ты, и ты что-то выбрал? Я говорю, да, вот у вас по меню там салат, и вот еще там хлеб, масло там это за. Хорошо. Приходит, а масло не приносит, а я понимаю, что оно по меню есть. Я говорю, простите, пожалуйста, но вот у вас в меню есть масло, оно входит в стоимость, а вы его не принесли. Она говорит, ты хочешь масло? Так я тебе сейчас принесу. Пошла за маслом, принесла, вот тебе масло. И все это с такой претензией. Я заказываю там мидии еще. Она прибегает, говорит, прочитай, что тут по-русски написано. Она говорит, может, читать не умеет. Я говорю, мидии в белом вине, в лимонном соусе. А, да-да-да, хорошо, это я то заказал. В автосервисе фраза девушки, которая уложила абсолютно на весь автосервис на повал. Вы знаете, когда я даю взад, у меня не горит лампочка. Все легли, и только один взрослый мастер старший сказал, ну это понятно, а с машиной-то что? А есть хорошая история про его дядю, любимого Юрочку. Приехал он к маме на работу, на рынок, когда мама еще давно работала, попросить денюжек. А мама посмотрела, говорит, боже, а он что, он рыбак, маечка старая. Она говорит, а ну быстренько снимай маечку. Он так раз снял маечку, она так, Светочка, быстренько маечку. Раз садили маечку. Галечка снимает джинсы быстро. Галечка джинсы, джинсы, блазер, очки, и он стоит как иностранец уже такой. Говорит, Юрочка, ты что-то хотел? Он так, ничего. Один, не буду называть его фамилию, известный актер. Я, значит, просто шел по улице, он подъехал к какому-то объекту на машине, увидел меня, распахнул объятия. Там что-то мы поговорили с ним, он на прощание рассылывались, я пошел дальше. Прохожу шагов 10, кладется мне сзади рука на плечо, с этой стороны. Смотрю, женщина такая, полукрестьянского типа, там лет 40-45, и девочка лет 18. И говорят, а вы что, его знаете? Говорю, кого? Говорят, ну этого. Я говорю, кого этого? Она называет фамилией его. Я говорю, а его фамилия такая-то? Они говорят, да, а вы что, не знаете, нет? Что же вы с ним целовались? Я говорю, понимаете, он подошел, говорит, мужчина, вы такой красивый, можно я вас поцелую? Говорю, да на здоровье. И увидел перед собой просто два соляных столба. И потом отошел, думаю, боже мой, что же ты натворил? А теперь вот так слухи рождаются потом об ориентации, обо всем. А теперь вот так слухи.